Сегодня в Москве хоронит Юрия Соломина. Церемония прощания с Юрием Соломиным прошла в Малом театре. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни 11 января. Соболезнования в связи с его смертью выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пятницу Малый театр был с 11 часов открыт для тех, кто хочет почтить память артиста. Зеркала в здании были закрыты темной вуалью. Посетители несли к портрету соломина розы и гвоздики, оставляли соболезнования в специальном журнале. Проститься с народным артистом пришли коллеги и поклонники, деятели культуры и политики, в том числе министр культуры Ольга Любимова, актеры Сергей Гармаш, Станислав Любшин, Дмитрий Певцов, Валерий Афанасьев, Михаил Филиппов и другие. Владимир Путин и Михаил Мишустин прислали на прощание с Юрием Соломиным траурные венки. Юморист Евгений Петросян на прощание опоздал. Артист думал, что церемония продлится до 15 часов дня. Когда уходит великий мастер и люди хранят с ним художественные контакты в душе, это особая боль. Как будто отрезают часть твоей души. Вот так мы переживаем уход великого артиста, со слезами на глазах высказался Петросян. По традиции народного артиста СССР проводили в последний путь аплодисментами. Овации не смолкали около пяти минут. Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой, о чем ранее просил сам артист. На церемонии прощания произошло несколько потасовок из-за места среди желающих попрощаться со знаменитостью. По задумке организаторов церемонии, поклонники должны были подойти к гробу Соломина, проститься с артистом и идти дальше к выходу. Но одна из женщин решила остаться у выхода. Просьба других людей вести себя тише женщина проигнорировала и начала кричать при попытке вывести ее из зала.